Медики кажут, что вирус гриппа иснует на протягу всякого года, а ли выпадки захворывания на его весной летом и осенью вельми редкие. По великим рахункам ситуация начинает выкликать тревогу уже у снежни. Пик захворываемости, звычайно, припадает на студень лютый. Уже нескольких годов подбегнуть эпидемию допомагают прищепки. Як чекается до конца наступного месяца, их заробить 40% уже хоров в области. Зараз, это лишь бы каля 16%. Возможно, циркуляция нового вида, мичиган, новый вид вируса гриппа. И хочу сказать, что данный вид вируса гриппа вошел в состав вакцины. И население, которое будет прививаться, оно будет защищено даже против этого нового вируса. Сирот в острых респираторных инфекций доля гриппа, звучайно, складая каля 17%. Небеспеченность этой хворобы у тем, что при неправильном лечении и в уголе его отсутствия, она может давать достаточно тяжкие ускладнения. У аптеках в области до початку сезона захворенности готовая уже сейчас. Практично половы леков у аптеки белорусской вытворчести. При жадании можно набыть и замежный аналог, а он, конечно, в 2-3 раза дороже. Для приклада, аналогичный по составу французский тераплю и белорусский арвиколд. Первый каштует 12 рублей 60 копеек, другой 6,10. В этом году в двух аптеках Гомеля начали реализацию пилотного проекта электронной чарги. Идею переняли у банковской системе. Кожный наведывальник отримывал властный талон с номером, по яким его выкликаются до конкретного продавца. Это позволяет удалить каждому покупнику максимальную колкость часу, гарантуя анонимность и дает махчимость подбегнуть чергов, что особенно актуально подчас эпидемичных ситуаций. При этом у предприемства фармацея звертают увагу. За почные два года по рекомендации Министерства охоты здоровья створены списки больше 1300 леков, цены на которые не уздымаются. Что-то с ассортиментом, то он так само немаленький. Ежегодно на областном аптечном складе и в аптечной сети предприятия создается неснижаемый запас лекарственных средств, применяемых для профилактики простудных заболеваний. Это различные группы препаратов. Ежедневно контролируется наличие лекарственных средств в аптеках предприятия. И если вдруг какой-то подъем спроса, то предприятие размещает дополнительные заявки поставщикам, и мы получаем дополнительные лекарственные средства. Перебоев с лекарственными средствами не будет. Олег Синтеров, Игорь Марыщенко, телеродокомпания «Гомель».